Всем привет! В этом ролике я вам покажу новый вид бизнесов, а именно закусочные. Пока что их нельзя купить, но в этом ролике я вам подробно все расскажу, объясню и покажу, что из себя вообще представляет данный бизнес и что с ним нужно делать. От вас хочу быть активно, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита! Начнем я думаю с того, как вообще найти данные бизнесы. Есть два варианта, либо вы нажимаете кнопочку M и здесь открывается карта. Вот эти бургеры и есть те самые получаются закусочные, которые разбросаны ну почти по всей карте. Также вы можете приписать GPS, бизнесы и получается закусочные. Здесь вы можете по GPS найти все закусочные, которые здесь как бы есть. Как я в принципе и сказал, то что эти бизнесы пока что купить нельзя. И купить их нельзя будет, их можно будет только арендовать. То есть пока что здесь вы не сможете ничего сделать. То есть я допустим нажимаю B, мне пишет то, что у меня есть бизнес. То есть да, если у вас есть какой-то бизнес, то вы не сможете арендовать закусочную. Теперь давайте более подробно. Стоимость аренды составляет от 1 до 4 миллионов. Это связано с тем, что срок аренды может варьироваться от 15 до 30 дней. Система сама решает, насколько бизнес будет передан игроку. Закусочная дает возможность подзаработать чем, у кого нет сотен миллионов. Если вы будете самостоятельно возить товары, рекламировать закусочную и делать скидки постоянным покупателям, то у вас есть шанс на успех. То есть, как я думаю вы поняли, вы не сможете арендовать этот бизнес завсегда. Арендовать его можно от 15 до 30 дней. Изначально ассортимент закусочной состоит из трех блюд и двух напитков, но вы можете увеличить его. Каждое блюдо по-своему влияет на сытность, выносливость и силу. Помимо увеличения ассортимента для закусочной, можно приобрести следующие улучшения. Первое. Холодильный стол. Увеличивает лимит приготовления блюд. Второе. Зоркий кладовщик. Склад товаров увеличивается на 50%. Третье. Холодильная камера. Увеличивает срок хранения всех блюд, в том числе и напитков. Четвертое. Большая стирка. Уменьшает процент загрязнения при производстве. Пятое. Калькуляционные карточки. Количество расходимых товаров на изготовление блюд и напитков сокращено на одну единицу. Шестое. Промышленная вытяжка. Уменьшает время приготовления на одну минуту всех блюд, кроме напитков. И седьмое. Индукционная плита. Все улучшения действуют на протяжении 30 дней с момента их покупки. Каждое блюдо готовится определенное время, но есть факторы, которые позитивно и негативно влияют на время приготовления. Факторы сокращают время приготовления. Первое. Наличие владельца в онлайне уменьшает время приготовления на одну минуту всех блюд. Второе. Наличие владельца прокачанного скилла повара распространяется только на еду. Третье. Улучшение закусочной. Промышленная вытяжка. Уменьшает время приготовления на одну минуту всех блюд, кроме напитков. Четвертое. Улучшение закусочной. Индукционная плита. Уменьшает время приготовления на две минуты всех блюд, кроме напитков. Факторы, увеличивающие время приготовления. Загрязненная кухня для каждого блюда установлена в свое время. Для сотрудников ЕСС было добавлено лабораторное оборудование, которое необходимо для проверки закусочной на просроченные блюда. За каждую проверку сотрудники ЕСС будут получать премию, даже если проверка не показала положительных результатов. В случае обнаружения просрочки, в чат департамента отправляется сообщение об этом, которое адресовано правительству. У сотрудников этой организации есть 30 минут на то, чтобы опечатать закусочную. Так что арендатор может попробовать договориться с правительством, чтобы те не опечатали бизнес. Если произойдет так, что закусочную трижды опечатают, то аренда будет расторгнута. Теперь давайте рассмотрим интерфейс вообще этой закусочной, что там есть, чего там нету и так далее. То есть здесь мы видим меню, информация закусочная. Здесь у нас пишется название, густоимость, арендатор, баланс, прибыль за день, цена за один товар, количество товаров, аренда на сколько дней и опечатка. То есть если вас три раза опечатали, то у вас аренда как бы слетает и все денежки, которые вы потратили, уйдут просто в никуда. Здесь у нас уже получается управление закусочной. Здесь мы можем посмотреть финансовую статистику за 30 дней. Состояние закусочной открыто, изменить цену за товар, автозакупка товаров, изменить цену всех блюд. То есть вы можете сами выставлять цену на блюдо. То есть допустим, там худох может быть 500 рублей, либо 5000 рублей. То есть вы можете сами менять цену за каждый продукт, за каждое блюдо. Писать доступных рецептов, очередь приготовления, состояние кухни, состояние блюд. И также вы можете завершить аренду закусочной. Ну что ж, ребятки, теперь я предлагаю рассмотреть самые прибыльные закусочные, которые лучше покупать. То есть это будут самые имбовые, самые прибыльные закусочные, по моему личному мнению. И самое прибыльное закусочное, я думаю, это будет Анашан, это 100%, потому что здесь, во-первых, много людей всегда. Но в основном люди будут закупаться здесь. Я думаю, вы это сами понимаете. То есть вот эта закусочная, она классна тем, что здесь как бы будет людное место. То есть если, допустим, даже сейчас так вот сделаем, как бы да, здесь люди есть. И по-любому люди будут здесь закупаться, это 100%. Я вам серьезно говорю, то есть, ну точнее купить нельзя будет, можно будет только арендовать. Я считаю, что темка реально хорошая, потому что, допустим, бизнесы стоят там от 500 миллионов. То есть минимум 500 миллионов вам нужно будет отвалить за бизнес. А так, если вы хотите попробовать, что такое вообще бизнес, если хотите повладеть, вам не нужно тратить миллионы, там миллиарды. Вы просто можете потратить там до 10 миллионов примерно. И владеть вот таким вот бизнесом. Я считаю, что это реально очень круто. Но придется как бы ловить эти закусочные, потому что не одни вы захотите попробовать, не одни вы захотите заработать. Я думаю, вы сами это понимаете. Также, почему наш шанс будет очень прибыльный и удобный. Смотрите, получается, здесь много людей. Если мы посмотрим по карте, здесь, получается, находится у нас развозка товаров. То есть сюда тоже нужно будет возить товары. То есть вы сможете отдавать машину и вот так вот быстренько привезти сюда продукты. Вторая закусочная, которая будет прибыльной, по моему мнению, это на вокзале Батырева. Потому что здесь постоянно поток новичков. То есть здесь как бы ассортимент такой же самый. И вы здесь можете выставить цены на свой вкус и цвет. Как бы вы сами это понимаете. Тем более, как мы знаем, у квестового персонажа есть задание купить там водичку и хот-доги. То есть если мы как бы вспомним, то реально у квестового персонажа есть задание купить хот-доги и водичку. И как бы вы будете за счет этого пользоваться спросом. То есть если вы здесь арендуете, я думаю, здесь финка реально будет хорошая. Тем более 0.1, 0.3, где поток новичков огромный просто. Здесь финка реально будет ебанутая. Также, ребятки, есть закусочная в Арзамасе. И ее большой плюс в том, что сюда возить продукты тоже близко. Это во-первых. А во-вторых, то, что закусочная в Арзамасе всего лишь одна. То есть одна единственная, это которая находится на набережной. Смотрим, то да, ребятки, одна единственная в Арзамасе. То есть допустим, те же самые таксисты. Возможно, для бочки будут заезжать именно сюда. Тем более, здесь еще рыбаки сидят иногда. То есть здесь, получается, есть еще и рыбалка. Я думаю, что скорее всего здесь финка тоже будет довольно-таки хорошая и неплохая. Насчет остальных я ничего не могу сказать. Как бы да, на рублевке тоже есть закусочная. Возможно, тоже она будет пользоваться спросом. Но на Нашане, мне кажется, спрос будет больше. Также в Южном есть две закусочные. Возле больницы, скорее всего, тоже будут пользоваться спросом. Потому что люди будут выбегать из больницы и закупаться в закусочной. Потом на ферме, получается, тоже есть закусочная. И на рынке Батырева. Насчет них ничего не могу сказать. Потому что, мне кажется, вот эта закусочная будет перекрывать вот эти две закусочные. Это, ребятки, всего лишь мое личное мнение. Как оно будет на самом деле, как бы никто не знает. Но, как бы, я всего лишь предположил. Я немножко подумал, размыслил и высказал свое мнение. А прислушиваться к нему или нет, это уже дело ваше. Ну что ж, ребятки, я вроде бы вам все объяснил, показал, рассказал. Да, к сожалению, я как бы не могу приобрести этот бизнес. Даже если хотел бы. Это мне нужно свой бизнес кому-то передавать. И потом пытаться ловить закусочную. Возможно, я так и сделаю. Если вы на этом ролике реально покажете хорошую активность. То я, перед, получается, слетом вот этих новых бизнесов. Передам кому-то свой бизнес. И попытаюсь реально ставить закусочную. Я считаю, что такие бизнесы реально нужны. Это реально прикольно, необычно. Это что-то новое. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Вся информация из в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.